Во-первых, хочу поздравить всех с рождественскими новогодними праздниками, пожелать всем здравия духовного и телесного, скорейшего наступления мира, то есть победы, нашей победы. Ну а поговорить я сегодня хотел на такую тему, как добрые дела, усмирение, спасение. Ну и вот первый вопрос. Давайте попробуем. Порассуждать на эту тему и постараться ответить. Вот добрые дела. Спасаемся ли мы добрыми делами? Ну понятно, что спасает Господь. И Бог нелицеприятен. Он всех желает спасти. И не того спасает, кто более делал добра, нежели зла. Он не соотносит там дебет с кредитом. Он спасает того, кто позволяет ему спасти себя. От чего это зависит? От духовного состояния человека. В этом смысле добрые дела сами по себе не спасают. Совсем. Но по великому Бог есть добро, добро с большой буквы, то творя доброе, а значит, богоугодное, человек привлекает к себе благодать Божию, которая тем или иным образом способствует его спасению. Очищает, испытывает, раскрывает глаза, создает такие обстоятельства жизни человека, которые, ну скажем так, сподвигают его обратиться ко Христу. Даже если добрые дела внешние, и человек не имеет внутреннего расположения к ним, то и здесь, как говорят, вода камень точит. Внешнее дело не можно сравнить с одеждой. Одна одежда дисциплинирует, способствует достойному, сдержанному поведению. Например, строгий костюм, военная форма, монашеская мантия. А иная расхолаживает. И через это меняется настрой души. В общем, ношение той или иной одежды становится привычной, и форма сообщается содержанию. Бывает и так, что какой-нибудь слишком откровенный наряд молодой прелестницы не только постепенно развратит ее саму, но и спровоцирует насилие, то есть внешнее воздействие. Так и грешники становятся жертвой не только собственных пороков, а грех — это и есть рана, которую мы сами себе наносим. Но и может подвергнуться нападению бесов. И все же одежда человека не есть человек. Господь нас встретит не по одежке, он не будет высчитывать, сколько мы нам сделали добра, сколько зла, но скажет, дай мне сердце, твое сыне, и рассмотрит, что мы приобрели. А что же человек может приобрести? За что получить воздаяние? Здесь очень уместно привести слова преподобного Исаака Сирина. «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. И если смирение не возникает в человеке, то напрасны все труды и все добродетели». Творя добро, человек поступает правильно. Но если добродетели его не будут уравновешены с смирением, то таковые не только не принесут пользу, но даже принесут вред. Вот Игумен Никон Воробьев пишет. «Вспоминаю, насколько внутренне непонятен был мне пример, приведенный как-то отцом Павлом Флоренским на лекции. «Духовное устроение человека, — говорил он, — подобно столбу, которая держится за счет веревок, привязанных к нему с противоположных сторон. Представьте себе теперь, что веревки с одной стороны убрали. Что стал бы с столбом? Он упал бы в другую сторону. Так и происходит с человеком, если он перестает их видеть и чувствовать свои грехи и страсти, левой веревки, то падает в сторону добродетелей. То есть самомнение, гордость, прелесть. Таким образом, добродетели, то есть внешние дела, пост, чтение молитв, посещение богослужений, уставность жизни, девственность, монашество и так далее, погубят человека. Стоп его спасения упадет. Также погибнет человек, если он будет проводить жизнь в одних страстях, без покаяния и доброделания. То есть без поддержки веревок с правой стороны. Человеку, следовательно, необходимо в духовной жизни и всемирное принуждение себя к добру и познание своей падшей природы, постоянный источающий грех, который смиряет человека и не дает возможности добродетелям становиться средством его гибели. То есть чтобы столб стоял, необходимые веревки с обеих сторон. Кстати, в свое время писал картину на эту тему, он так и называется, добродетель и смирение. При трезвом подходе в исполнении заповедей Божьих человек начинает смиряться, ощущать свою немощь, неспособность без Бога справиться со своими страстями, которые, в свою очередь, начинают раскрываться перед ним все больше и больше силы. Преподобный Сипимов Нового Богослов, лишь тщательное исполнение заповедей Христовых, научает человека его немощи. Что есть в смирении? Ну, помимо того, что уже сказал нам иегумен Никон Воробьев о смирении, можно привести еще такой образ. Смиренный осознает себя кометой. Ну, что есть комета? Ну, дети, наверное, думают, что комета – это такая звездочка с хвостом. Вот. Вполне себе самодостаточная, самоисточающий свет, летает где хочет. На самом деле комета – это просто кусок льда, который летит в пустоте, и нет в нем никакой ни вида, ни формы. Но, покуда не приблизится к Солнцу, комета начинает отражать свет, и чем ближе к источнику света, тем ярче она светится, у нее даже появляется хвост. Подумать, кстати, к тому, как и многие подвижники оставляют после себя длинный хвост духовных плодов и последователей. О чем этот образ? Он о том, что нет добра Божьего и какого-либо еще. Нет добра человеческого. Когда мы творим добро, мы творим не свое. Добро – оно только Божье. И человек может быть либо носителем этого добра, либо угонителем. Он либо отражает этот свет, либо его поглощает и никому не раздает. Вот таким образом должен думать о своих добродетелях смиренный человек. Не хочешь соблазняться добрыми делами и приписывать их себе, в народе говорят, делай добро и бросай его в воду. То есть предавай забвение, вменяй не во что. А Господь по этому поводу сказал вот что. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить. И потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Евангелие от Луки, глава 17, стих 7 по 10. Смиренный всецело доверился промыслу Божьему, и он по-особенному сносит все происходящее с ним. Как это? Смирение не следует путать с терпением, потому что, когда мы говорим, человек стерпел, но обычно имеем в виду, что некое внутреннее возмущение в человеке все-таки случилось, но он не дал ему внешне проявиться. Он даже, может быть, захотел выругаться, но стерпел. Так вот, смиренный относится не то, чтобы ко всему безразличным. Это где-то уже из области, наверное, буддизма, йоги, нечто подобное практикует, но это вот смирение, в кавычках, оно, конечно, безблагодарное. Смиренный относится, скорее всего, не ко всему не безразлично, а, вероятно, с благодарностью. И на все происходящее с ним, и доброе, и плохое, отвечает слова Миняна Златоуста. Слава Богу за все. И вот так получается, что смирение, особенно если мы вспомним сейчас опять слова Исаака Сирина, смирение – это единственное, необходимое, не говорю просто желательное, а именно необходимое, чем мы можем спастись. Это единственное, чем Бог может спасти нас. Хороший человек, ну, в наше понимание, хороший человек, но не смирившийся, спастись не может. Смертельно больной раком может быть очень положительным человеком, может быть добрым, честным, мужественным, любить свою родину, но до тех пор, пока он не осознает, что стоит на пороге смерти, до тех пор, пока он не поймет, что собственными силами он не может справиться с болезнью, до тех пор, пока он не придет ко врачу и не доверится ему, врач бессилен, к врачу приходят с недугами, а не с заслугами, и какие бы болезни ни принес врачу, всегда есть надежда на исцеление. Но в каких добродетелях успел подвязаться правый разбойник на кресте? Какие страсти в себе одолеть? Все, что он успел, это смириться, достойное по делам нашим приемлем, вот формула смирения, и Господь спас его. Что значит спастись или не спастись? Конечно же, не юридически следует думать, оправдан, не оправдан, виновен, не виновен, больше свершил добра или больше зла, не осужден в санаторий, а осужден в тюрьму. Я думаю, что совершенно очевидно, что ад и рай неподобные помещениям, переходя из одно в другое, душа либо испытывает радость, либо скорбь и мучение. Не место пребывания, мочит и радует ее. Душа человека, отрываясь от плоти, живет только духовно. Смиренная душа находит упокоение в Боге. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим. Иван Глеб Матфея, глава 11, стих 29. И ни в ком, и ни в чем другом, кроме как в Боге, покоя за гробом найти нельзя. А не знающая смирения душа не знает и источника радости и покоя. Она остается одна со своими страстями и земными привязанностями, и те мучают ее, ибо не могут удовлетвориться, ибо не знает она духовной жизни, неприученной духовной жизни. И эти страдания еще усиливаются демонами, во власть которых она попадает, ибо, не зная смирения, она отказалась от защиты Христа. Человек плоти, как правило, не чувствует своего пагубного положения, поскольку находит в радость во грехе, как хорек, который лежит лезвие и пьянеет от вкуса собственной крови. Подобно тому, как алкоголик, ежедневно, кавычках, правит свое здоровье, потребляя спирт, ему кажется, что с ним все замечательно, все хорошо. Но вот алкоголь кончился, и начинается молка. За гробом обохмелиться невозможно. А что происходит со страстями спасенных? Ведь достигших абсолютного бесстрасти, равных как и совершенного смирения, мы можем по пальцам историцей пересчитать. Что касается смирения, ну, я думаю, так, насколько смиришься, настолько и спасешься. Настолько получишь радости, блаженства и упокоения за гробом. Ибо в доме отца моего обидели много, сказал Господь. И апостол Павел говорит про это по несколько другому поводу. Одна слава солнцу, одна слава луне, и звезда от звезды разнится во славе. А еще приведу такой пример. Вот женщина проводит свою жизнь в разврате, но при этом она сохранила еще способность любить и желание создать семью. Вот очень важен, кстати, момент, пока еще сохранила. Потому что бывает такое, что уже все, люди уже теряют способность любить, настолько они развращены. Так вот, эта женщина все-таки сохранила все желание создать семью. И вот, где-то она встретила своего единственного и влюбилась. Да, может быть, через год, другое, может быть, даже завтра она начнет в нем замечать какие-то недостатки, постепенно в нем разочаровываться, поглядывать там опять налево. Это все потом. Но здесь и сейчас для нее никого больше не существует. Этот возлюбленный вытеснил из ее жизни всех остальных мужчин. Все ее страсти и какие-то дурные привязанности, они в ней не то, чтобы исчезли, но они как бы обездвижились. Они больше не занимают ее ум и сердце. Так душа человека, не будучи совершенно очищенной от страстей, но ищущая Господа, не чуждо спасения. Опознав Господа, в нем невозможно разочароваться, ибо в нем нет недостатков. Нет и времени за гробом, но есть вечность. И в чем застанет Господь, в том и прибудет душа то самого воскресенья. Не бороться со страстями, значит полностью поработиться ими. Но при этом страсти помогают нам не возноситься. И не столь важно совершенное искренение страстей, сколько деятельная решимость бороться с ними. И познание в этой брани своей падшести и немощи. У каждого подвижника есть свое жало вплоть. А когда страсти более не возмущают душу, то Господь таковым попускает бесам смирять их. Потому и говорят, не было бы бесов, не было бы святых. И неискушен, значит неискусен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok